Вообще ситуация, конечно, не очень хорошая в целом для жителей этого дома. Потому что если они живут в таком доме, который признан аварийным, значит, это уже говорит о том, что у них либо других жилых помещений нет, и нет возможности куда-то переехать, а, соответственно, и нет денег на то, чтобы арендовать себе другое жилье. Во-вторых, надо понимать на основании чего они там живут. Вот это очень важный момент. Просто мы видим картинку, да, люди попали в тяжелую жизненную ситуацию, где дом уже не позволяет там проживать. Есть ли программа для этого дома, надо в очередь понять. Ну, скорее всего, нет. Потому что расселить куда-то людей безвозмездно, наверное, не получится. Иначе бы им и не предлагали бы такие варианты, которые предлагают для них в невыгодных условиях. То, что они готовы оплатить с кадастровой стоимостью, это вот как раз тот момент, который мы и обсуждали, надо понять, какая кадастровая стоимость этих объектов. То есть, каждая квартира. То есть, если им можно предложить какую-то льготную программу и какое-то софинансирование от города, вот здесь, наверное, было бы лучше постараться. Потому что людей выкинуть на улицу, ну, по сути дела, на улицу. Да, предложив им, разумеется, жилье, на которых у них нет денег. Ну, то же самое, что сейчас нас выкинут из дома и скажут, что вы знаете, вы снимаете квартиру за 500 тысяч рублей. Ну, у нас нет таких детей. А иначе мы заберем у вас детей. А иначе мы у вас заберем детей. Дело все в том, что дети должны проживать не в аварийных домах. Ну, это само собой. Да, то есть, опека должна заботиться об этом. И как раз вот сейчас она и занимается этим вопросом, так как их родители не могут обеспечить их нормальной крышей над головой. Ну, это в плане закона, опять-таки, да. А в плане человечности, ну, это же просто выпиющий дикий случай. Им предложили варианты. Их это не устраивает, их это не устраивает. Можно с такой стороны подойти. Ну, и их начинают. И их начинают. Ну, им начинают. Ну, говорят, ну, вот, знаете, мы заберем просто детей у вас, потому что у вас тут, извините, сейчас плита на голову упадет. А, ну, как бы с точки зрения логики. Да, с точки зрения логики, закона, да. То есть, по сути дела, все правы. И органы опеки правил, да, там, и другие службы тоже правы. Но давайте возьмем все-таки человеческую сторону медали. Куда им идти? Тут уже не в этом вопрос. Дом признан аварийным. И его надо расселять. Либо делать капитальный ремонт с выселением всех людей. Но вопрос, дом чей? Кому он принадлежит? Если он муниципальный и принадлежит городу, ну, тогда город должен этот вопрос решить. Вы знаете, это все-таки больше вопрос, наверное, касается бюджета денег. В первую очередь. У людей нет денег. И у правительства того города тоже нет, или сельского поселения денег. И нет какой-то социальной программы под них. То есть, нет финансирования этого вопроса. И поэтому они и с одной стороны, и с другой стороны друг друга канифолят мозг. Потому что никто не хочет найти денег. Помню, было такое дело, когда дома взрывались. И как-то правительство Москвы расселяло людей. Ну, причем очень аккуративо. И давало квартиры. Хотя и там были проблемы. Но все-таки люди все получили квартиры. Здесь это маленький какой-то поселок, я так понимаю, где там ничего о нем не слышно. Но Толя, коли это уже получила какую-то огласку. Ну, значит, надо найти эти деньги. Куда людей переселить. Потому что дом, если он признан аварийный, если есть сроки, есть какие-то сметы, когда они его будут заканчивать, капитальный ремонт этого здания, чтобы обратно людей туда заселить. Деталей не хватает, чтобы полностью дать какую-то оценку этой ситуации. Но, в принципе, она понятна, что ни со стороны правительства, администрации того района, или там сельского поселения, или города в целом, нет программы для них. То есть, соответственно, нет финансирования для этого вопроса. То есть, у них есть деньги на капремонт этого дома, или на снос этого дома, или на капремонт этого дома. А вот для того, чтобы переселить людей, на это денег нет. Ну, есть какие-то там копейки, чтобы им дать дотацию в виде коммунальных услуг, там, 2000 рублей, или сколько там вы сказали. А остальных денег нет. Потому что в среднем жилье стоит, ну, я не знаю, как там, даже не знаю, где это находится, но, наверное, 10-15 тысяч рублей. А если мы берем из глубинок заработные платы, так я вот, насколько знаю, что люди получают по 4, по 5, по 6, по 7 тысяч рублей в месяц. Как они заплатят 15, когда у них зарплата 6-7. Власти на той территории, где они закреплены, все-таки решали с людьми вопросы как-то по-нормальному, по-людски. Да, с помощью программ, с помощью закона, но еще и как-то по-людски с этим обходились. Потому что мы же все граждане одной страны. Не важно, где мы же, в Москве или в Санкт-Петербурге, или где-нибудь там, в Удмуртии. Это не имеет значения. У нас жилье – это самый наболевший вопрос. Если здесь в городах у нас хорошо, там какое-то как-то переселение более-менее идет, потому что с работой нормально, то где-то в глубинках там работы практически нет. И люди на перекладных приходится кататься, чтобы эти 5-6 тысяч рублей заработать. Я думаю, что за 3-4 месяца этот дом наверняка можно отремонтировать полностью. И неужели мы, как говорится, всей Российской Федерации не найдем те же самые 200-300 тысяч рублей, чтобы перекрыть этот вопрос? Даже до такой степени, ну хотя бы, ну давайте тогда вот так покажем пример. На мой взгляд, да. По 50 рублей каждый может скинуться, поверите. Пошумела пресса, а ООС-то и нынче там. Кто? Кто-то что-то сделал для этого? Нет. Ну что, разместим статью в Яндексе или в газете? Интервью у всех возьмем. Покажем, кто плохой, а кто хороший. Вопрос-то все равно от этого не будет решен. Время уходит, мы бодаемся, и получается, одни советчики и адвокаты все умные, да, и в администрации все умные. А людям-то в итоге вопрос-то решать надо. Извините, мы сейчас говорим о тех вещах, когда дом в аварийном состоянии. Не сегодня-завтра его плитой убьют. А мы все говорим о чем-то. В том-то вся и суть, что тут надо по-другому на вещи смотреть. Если дом аварийный, где живут как раз дети, ну, наверное, надо вот этот вопрос в первую очередь решить. Вот об этом надо подумать, на мой взгляд. Объединяйтесь гражданами. Конечно, сила в единстве, скажем так. Поэтому, ну, что-то кому-то доказывать, ну, можно, конечно, но принесет ли это результат. И с какой скоростью этот результат будет получен. А время уходит. Продолжение следует...